Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В этом видео я расскажу вам про самые лучшие материнские платы для процессора Intel Core i5-9400F, которые сейчас можно найти в магазине. Все платы я разбил на три категории. Это самые бюджетные или платы на H чипсете, платы среднего сегмента на B чипсете и самые топовые материнские платы, которые только можно выбрать для i5-9400F. Это платы на Z чипсете. Также хочу уточнить, что все эти платы подойдут не только к i5-9400F, но и к более младшим моделям Intel 9-го поколения. А ссылки на все перечисленные платы вы сможете найти в закрепленном комментарии под видео. Ну а перед тем как мы перейдем к обзору рынка материнских плат, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И начнем мы сегодня с самых бюджетных материнок на H чипсете и плавно перейдем к самым дорогим решениям. Кстати сразу хочется сказать, что разгон АЗУ у Intel поддерживает только Z чипсет. На младших моделях вы никак не сможете разогнать частоту оперативной памяти. Поэтому выбирать оперативную память в сборку ПК на Intel нужно исходя из материнской платы. И первой материнской платой под наш 9400F будет MSI H310M Pro WDH+. Это единственная материнка в бюджетном сегменте, которую я бы рекомендовал вам брать под 6 ядерный 9400F. Всего за 3760 рублей мы получим отличный питальник для нашего процессора. А так как разогнать его мы не сможем, то какого-то охлаждения на VRM нам и не понадобится. На плате присутствует 6 фаз питания, 4 из которых предназначены для питания процессора. В каждую фазу входит по одному дросселю и 3 мосфета от компании Sinopower, что однозначно является очень жирным плюсом в бюджетном сегменте. Также из главных плюсов этой платы можно отметить грамотное расположение разъемов SATA, которые даже самая большая видеокарта не сможет закрыть. Также стоит отметить наличие сразу трех разъемов под вывод встроенной графики и усиленный слот PCI-Express. Видеовыходы вам конечно не понадобятся под 9400F, но на будущее лишними они не будут. Также стоит отметить большое расстояние между процессором и видеокартой, которая позволит вам установить даже самую большую башню, не перекрыв при этом слот для видеокарты. К минусам можно отнести только отсутствие разъема M.2, но за такую цену его и не следовало ожидать. В общем эта материнская плата единственное адекватное решение, которое сейчас есть на рынке материнских плат. Ее питальника с головой хватает, чтобы запитать i5-9400F, но заапгрейдиться до какого-то i7 на этой материнке у вас не получится. Все таки она не рассчитана на топовые камни и брать ее имеет смысл только для экономии бюджета. Чего не скажешь про более старший B чипсет. Самые дешевые варианты на этом чипсете я вам покупать не советую, так как питальник там почти такой же как у ваш чипсета. Поэтому сразу перейдем к более достойным материнским платам. Например, Casrock B365M Pro 4, которую сейчас можно найти в Ситилинке за 6420 рублей. Это уже очень достойная материнская плата для нашего i5-9400F. Даже с возможностью апгрейда в будущем вплоть до i9-9900K. Правда разгона оперативной памяти у нас также не будет на этой плате. Но мы сможем установить уже 4 планки оперативной памяти максимальным объемом в 64 ГБ, а добиться двухканального режима можно будет и двумя планками, установив их через один слот друг от друга. Питание процессора здесь организовано по схеме 8 плюс 1 фаза на мосфетах от Sinopower, а 5 боковых фаз закрыты радиатором для лучшего отведения тепла. На плате также можно найти разъем под М2 накопитель и два полноразмерных PCI-Express слота, один из которых работает на скорости X16, а второй на скорости X4. Так что такая скромная материнская плата может вывести даже две видеокарты. Еще очень радует наличие слота под М2 Wi-Fi для легкой установки Wi-Fi модуля без необходимости занимать основной слот М2. И пусть даже в этой материнской плате раздвоенные фазы, она все равно отлично будет смотреться в вашей игровой сборке ПК. Кстати напишите в комментариях сколько бы вы денег отдали за материнскую плату для процессора i5-9400F. Стали бы вы переплачивать за B-чипсет или взяли бы самую простую плату на H-чипсете. А я тем временем хочу рассказать вам еще про одну материнскую плату MSI-B360A PRO. Эта материнская плата является хорошей альтернативой материнке от ASRock. Только имеет уже полноразмерный формат ATX и четыре слота PCI-Express X1 для подключения различных устройств. Также на плате имеется разъем дополнительного питания для слотов PCI-Express, чтобы обеспечить более стабильную работу. Для игровых задач это особо не нужная особенность, но вот майнерам это точно придется по душе. Также стоит отметить 7 фаз питания и два раздельных радиатора для их охлаждения. И стоит такая плата всего 6690 рублей. Это почти на 300 рублей дороже, а срока. Но явного победителя среди них нету, так что смело можете брать любую из этих двух материнских плат. Они спокойно будут работать с вашим i5-9400F или более старшими процессорами Intel. Ну и теперь пришло время перейти к Z-чипсету и рассмотреть самые лучшие платы для i5-9400F, на которых можно будет разогнать оперативную память и получить максимальную производительность от камня среднего сегмента. Советовать к покупке очень дорогие платы на Z-чипсете я не буду, так как мы сегодня выбираем материнку для i5-9400F, а не какого-нибудь 9900K. Поэтому я присмотрел для вас отличную материнскую плату Gigabyte Z390 UD. Найти ее сейчас можно в сети линке за 8600 рублей. За эти деньги мы получим царские 10 плюс 2 фазы основанные на MOSFET-ах ONCEMICONDUCTURE. А также 3 полноразмерных слота PCI-Express. Но самое главное – это возможность разогнать оперативную память. Материнская плата поддерживает разгон АЗУ до 4266 МГц и суммарный объем всех плашек до 128 ГБ. Охлаждение на фазах питания не самое топовое, но его вполне хватает для нормального отвода тепла. Так что на мой взгляд это самая идеальная плата для i5-9400F с возможностью разгона АЗУ и апгрейда на более мощный процессор, который кстати вы можете вставить с индексом K и спокойно его разогнать. Разница в цене с платами на B чипсете составляет всего 2000 рублей. Если у вас есть хорошая оперативная память или вы планируете взять крутой кит АЗУ, то вам просто необходимо переплатить за Z чипсет, чтобы добиться максимальной производительности. Все остальные платы на этом чипсете уже будут явной переплатой для этого процессора. И брать их я бы рекомендовал только в сборке с каким-нибудь i7 или i9, так как питальника даже этой гигабайт будет за глаза для нашего процессора. И брать ее нам придется только из-за политики Intel, которая не дает по-человечески разогнать оперативную память на младших чипсетах. Ну а вы напишите в комментариях, что вы думаете про эти платы. Возможно у вас есть более удачные варианты, чем у меня. Также хочу напомнить, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос в комментариях под этим видео или в сообщениях моей группы в ВК. Надеюсь этот видеоролик был вам полезен в выборе материнской платы. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.